В первую очередь мы проверим, конечно же, продадут ли маленькому ребенку билет на взрослый аттракцион. Для этого у нас есть Рита. Рита нам сегодня будет помогать. Ты готова? Да. Можно мне, пожалуйста, один билетик на вот этот вот, на флеш? Нам четверо надо. Так что вот подожди, если что. Может быть, подойду. Я уже зрительно определяю. То есть мне видно, что она уже ростом у вас подходит для этого. В общем, глаз алмаз. Сейчас пойдем перепроверим тогда, подходит или нет. Мне кажется, операторы лукавят, потому что наша помощница сегодня не подходит под Ростовку. Если бы ей продали билет, то, как минимум, они, наверное, нарушили бы правила данного парка. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, билетик на вот эту вот карусельку? А тебя пустят туда? Не знаю. Вот иди сначала спроси. Родители у нас приходят, сами себе отдыхают, а детей пускают по площадкам. Так что мы всегда их предупреждаем. Детей мы не продаем никогда, потому что у нас строго по Ростовке. Касса номер один. Наталья Ивановна. Большая молодец, потому что она не продала нашему ребенку билет. Сделала это абсолютно правильно, потому что Рите еще рано кататься на таких аттракционах. Пойдем, Ритуля, дальше. Ритуля, дальше. Вы все-таки выбросите? Конечно, выброшу. Давайте, я вам помогу. Все-таки нехорошо. Детский парк. Видите, ребятишки гуляют. Какой вы пример показываете? Конечно, если окинуть целиком парк, то, в принципе, выглядит он довольно-таки чисто. Но куда-нибудь раз посмотришь, а здесь какие-то непонятные тряпки. Туда посмотришь, там какие-то бумажки. Бычки. Не знаю. За чистоту, наверное, все-таки больше минус, чем плюс. Ну, чтобы почище было, попрятнее, как сказать, что ли. Как-то какой-то он запущенный сейчас. Не самое худшее место, которое я видел. Понятно. Бывало и похуже. Да. Мы сейчас находимся в детской зоне. Здесь, очевидно, должно быть детское кафе. Кафе Карлсон. Вот буквально встречает нас при входе с рекламой, где написано банкеты, корпоративы. Видимо, детские банкеты, детские корпоративы. Из ассортимента нам сразу же предлагают баранину, антрикот и ребрышки. Все то, что любят дети. Вот родители. Берите себе на заметку. А у вас можно купить сахарную вату? Можно? А у вас здесь курят на территории, нет? Просто такой запах. Интересно то, что детского меню нет, но зато есть пивное меню. А за детским меню ни разу к вам не обращались? Спрашивали? А вы не должны были перчатки? У нас не одеваются перчатки. А у вас санитарная книжка? Не была вроде. А у вас вроде или есть? Давайте начальство позову, вы с ними будете разговаривать. Нет, я просто интересуюсь, вы делаете ребенку сахарную ватуру? А чек вы нам дадите? Чека нет. И чека нет? А как вы работаете, простите? Рита, а сегодня ты останешься без ваты, потому что это небезопасно? Я беспокоюсь за ваше здоровье. А за наше не надо беспокоиться. Спасибо. Туалет мы нашли пока один. Находится он где-то в самом-самом конце парка. 15 рублей дадите нам проверку провести в вашем туалете. Пахнет тут не очень. Туалетной бумаги нет. Туалетная бумага, говорят мне, на входе. Сантехника примерно вот такая. Извините меня, конечно, туалет платный, но он не убранный. Не будут закаживать приходить уборщицу и убирать? Она приходит несколько раз в день. А за что убирает? Кто, когда 15 рублей, то берет? Ну, это у администрации надо спрашивать. Я же откуда знаю? Как они считают? Как они и для решения? Как считают? Вот мы тоже спрашиваем, за что платить деньги? Стоимость проката на аттракцион. Самый дешевый – это горка с шариками за 50 рублей и какая-то качалка, видимо, детские аттракционы. Все остальное – 100, 150 рублей и 180. Ну, если честно, дороговато. То есть, если бы было бы все, например, по 100 рублей, мне кажется, было бы и клиентов больше, и возможности покататься на любом аттракционе. Посещение парка должно приносить радостные эмоции, но почему-то сегодня мы получили больше негативных. Поэтому Центральный парк, будьте добры, развивайтесь для своих клиентов, тем более вы у нас единственные в Красноярске. А пока проверку новостей ТВК Центральный парк, к сожалению, не проходит. Я напомню, что от нашей проверки никто не уйдет. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков. Новости ТВК. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков. Новости ТВК.